Здравствуйте! В эфире новости радио Азаттык в пражской студии Айну Раджих Шахзе. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила уничтожение в Ираке древних статуй и призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть вопрос защиты исторического наследия в этой стране. В четверг члены радикальной группировки «Исламское государство» распространили видеозапись уничтожения боевиками древних артефактов в городе Масули на севере Ирака. На пятиминутном видео группа мужчин кувалдами и дрелью уничтожает ассирийские древности из музея, захваченного ими летом города. Разрушенные экспонаты один из боевиков называют идолами, которые должны быть уничтожены. Часть артефактов, как предполагается, члены группировки продали на черном рынке. Группа торговцев на рынке Барлык на юго-западе Алматы призывает снизить арендную плату, поскольку, как говорят предприниматели, здесь отсутствует торговля. Руководство же рынка заявляет, что арендная плата здесь уже самая низкая в городе. В пакистанском Пешаваре сносятся незаконно возведенные строения. По данным местных властей, они возникают тут и там стихийно, без согласования и учета генплана города. Будут снесены магазины и другие мелкие постройки, загромождающие тротуары и даже проезжую часть дорог. Представители администрации города отмечают, что зачастую владельцы мелких торговых точек без разрешения пристраивают к магазинам дополнительные торговые площади за счет проезжей части. Руководство Даст огромный толчок к развитию игры в Афганистане, заявляют спортивные комментаторы. Сегодня в Государственном академическом русском театре драмы имени Максима Горького в Астане состоится премьера спектакля «Тамирис. Царица Сакская». В основу сценария лег роман Булата Жандарбекова «Саки». Эпическая драма повествует об истории зарождения казахского ханства в 1465 году. О женщине, идеи которой о единстве и независимости народа поддержали и будущие отцы народа – ханы и султаны. Образованием казахского ханства были заложены основы казахской государственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова